Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в зале стекла и хрусталя музея собрания. Зал стекла и хрусталя знакомит вас с коллекцией изделий, отразивших стиль эпохи и национальной школы. Изделия из хрусталя в серебряном обрамлении отличаются элегантностью и высоким качеством. Перед вами в витринах представлены предметы, выполненные ведущими стекольными фабриками и заводами, которые работали на территории России на рубеже 19-20 веков. Изделия из хрусталя и стекла в серебряном обрамлении вошли в моду со второй половины 19 века, и именно хрусталь стал истинным фаворитом русского быта. Его изобретение было запатентовано в 1676 году англичанином Джоном Равенскрофтом. Хрусталь – это стекло, в состав которого входит не менее 24% оксида свинца. Благодаря этому изделия из хрусталя хорошо отражают свет и могут эффектно переливаться. А чтобы усилить эффект, производители экспериментировали с огранкой. В России появление хрусталя связывают с именами ведущих мастеров императорского стеклянного завода – Ефрема Карамышева и Семена Левашова, которые в разные годы ездили в Англию для изучения стеклянного производства. Из Англии к нам пришли разные техники гранения хрусталя – простой алмаз, призматическая грань, земляничный алмаз. А позже в России появилась и своя техника гранения, получившая название русский камень. С середины XIX века хрустальные изделия прочно вошли в русский быт. Использовались для сервировки стола, особенно праздничного. Широкое распространение хрустальной посуды было связано с особенностями отечественного гостеприимства. Обеды славились роскошью декоративного оформления стола, интерьера, богатством посуды, обилием угощений и напитков. Для каждого блюда были предусмотрены свои предметы посуды – вазы для фруктов, лоток для рыбы, набор для крушона, различные вазы для конфет, фруктов и цветов, и даже вот такая изящная ваза для десерта. Особую ценность предметам из хрусталя придавала их парность. Так, сервировка пышного застолья нередко предполагала симметричную расстановку посуды, поэтому изготавливалось множество парных предметов – ваз, кувшинов, графинов, фруктовниц и многих других. В зале представлены работы крупнейших фирм конца XIX – начала XX века, среди которых много фирм-поставщиков императорского двора, таких как Карл Балин, Иван Хлебников, Павел Овчинников, Игнатий Сазиков и, конечно же, Карл Фаберже. Русские мастера стремились развивать русскую художественную культуру, отражая в своих изделиях стиль эпохи и национальной школы. Изделия фирмы Ивана Хлебникова выполнены в основном в стиле историзм, отражающем национальные черты русской школы, например, ваза для крышона, в ручках которой изображены птицы, сирен и алконос. Ваза для фруктов – дополненная фигура девушки в русском костюме фирмы Павла Овчинникова – выполнена в стиле национальной романтики. Изделия фирмы Карла Балин, напротив, представляют влияние европейских стилей арнуво и модерн. Особой гордостью нашего музея является значительная коллекция изделий фирмы Карла Фаберже. В основном это предметы, созданные московским отделением фирмы, которая отличалась от столичного Петербурга большей свободой в выборе стиля и нюансов оформления. Мы можем увидеть разнообразие и стилистическое, и функциональное. Перед нами множество предметов, начиная от столовых приборов и заканчивая письменными принадлежностями. Вообще, оправа стала отдельным видом искусства, и мастера придавали ей особое декоративное значение. Художники фирмы Карла Фаберже предпочитали интерпретации высоких стилей – классицизм, рококо, ампир, а также неорусский стиль и модерн. Отдельной частью экспозиции является выставка новых поступлений, на которой представлены предметы не только русского, но и западноевропейского декоративно-прикладного искусства XIX-XX века. Подробнее познакомиться с коллекцией музея вы можете на нашем сайте. С коллекцией изделий из стекла и хрусталя вы можете познакомиться в разделе декоративно-прикладное и ювелирное искусство. Коллекция и сайт нашего музея постоянно пополняются. Следите за обновлениями на сайте и в социальных сетях. До встречи в музее собрания!